В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Сотрудники ГИБДД провели очередной профилактический рейд. Водители нас видят вдалека, когда едут при свете фар. Нас видно за 200-250 метров. В Доме культуры Буревестник прошел фестиваль пирога. Праздник добрый, хороший. Почему пирог? Потому что пирог, как говорится, он всегда объединяет. Это вкусно, это сытно. В центральной библиотеке состоялся мастер-класс по созданию мультфильмов. Я сам получаю от этого огромное удовольствие. Мне нравится делать мультики. После серии резонансных ДТП с участием пешеходов в муниципалитете сотрудники ГИБДД провели рейд, в ходе которого напомнили видновчанам о том, как важно быть внимательными при переходе проезжей части и необходимости соблюдать правила дорожного движения. Быть внимательным, переходить проезжую часть только по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора или убедиться, что вас пропускают на нерегулируемом. Казалось бы, эти правила должен знать и следовать даже дошкаленок. Тем не менее, дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов меньше не становится. И это несмотря на то, что сотрудники ГИБДД регулярно устраивают профилактические рейды. В первую очередь мы напоминаем взрослому населению, пытаемся до них достучаться немножечко, чтобы они детям также объяснили своим, как правильно переходить проезжую часть дороги. Потому что дети, они, соответственно, берут с нас взрослых пример. И если там взрослому мы как бы объясним один раз, то ребенку надо показать, как именно это делать. Один из таких рейдов на днях сотрудники ГИБДД провели на Советской улице в Видном. Они напоминали пешеходам, как важно быть внимательными при переходе проезжей части и вручали световозвращающие элементы. Чтобы водители вас видели издалека, вы были яркими и заметными. Здорово. Вот обратите внимание, у нас вот такие вот полосочки. То есть водители нас видят издалека, когда едут при свете фар, нас видно за 200-250 метров. Мы поинтересовались у видновчан, используют ли они световозвращающие элементы и что думают о таких рейдах. Обычно вот они как бы на детских вещах есть и поэтому только на них, а так вот дополнительно нет. Детей есть, потому что не всегда и не на всех как бы одеждах, но рюкзаки у дочки есть. Ну и в принципе сейчас все свет отражающими. А у взрослых есть? А у взрослых нет. А почему? Что-то не думали об этом, если честно. Будете использовать? Ну вот сейчас одену. Конечно, в темноте, чтобы видно было пешеходов. Конечно. Как вы считаете, вот такие акции вообще полезно проводить? Полезны и почаще. За последнее время в Ленинском городском округе произошло сразу несколько аварий с участием пешеходов. В совхозе имени Ленина наводражено и в шестом микрорайоне в Видном. Практически во всех случаях пострадали как дети, так и взрослые. Наибольший резонанс вызвало ДТП на улице Березовой у дома номер 9. Пересмотрели вопрос о переходе проезжей части в районе шестого микрорайона. То есть данный пешеходный переход, который существует на сегодняшний момент, он будет переноситься. Будут ставиться ограждения, которые будут отгораживать пешеходов соответственно от проезжей части. Сейчас вопрос находится на рассмотрении дорожной комиссии. Куда именно перенесут пешеходный переход и появится ли там светофор, либо искусственные неровности, станет известно в ближайшее время. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ. Каждый год в поселке совхоза имени Ленина муниципальные власти ставили в декабре новогоднюю елку. Находилась она на площади перед местным Домом культуры. Но в этом году на привычном месте лесной красавицы не будет. Но без праздничного настроения жители поселка не оставят. Об этом нашему корреспонденту рассказал руководитель территориального отдела Картинский Андрей Звеков. В Ленинском городском округе существует традиция задолго до новогодних праздников ставить елку. Не является исключением и поселок совхоза имени Ленина. Но в прошлом году произошел инцидент, который заставил руководство Картинского территориального отдела по-новому взглянуть на взаимоотношения с владельцем площади у местного ДК, закрытым акционерным обществом совхоза имени Ленина. Мы собрались у Дома культуры провести мероприятие огромное, собственно говоря, привели его, да, Масленицы. Но, к сожалению, расчислили территорию и, к сожалению, техника ЗАО приехала. Вот расстроились, что мы проводим праздник именно здесь. Вот. И начали нам свозить сюда снег со всех полей, со всех дорог как раз, которые они очищали. Но оставлять местных жителей без одного из главных новогодних символов руководство муниципалитета не намерено. Новое место находится неподалеку. Новый год – это семейный праздник, это там праздник поселка. И мы хотим, чтобы наши жители прекрасно провели время. Мы будем ставить елку. Мы уже на следующей неделе ее начнем собирать только на муниципальной территории, вот среди пятиэтажек, у спортивной площадки она прекрасно помещается. В сентябре в поселке открыли новую спортплощадку. На ней уже провели несколько мероприятий. Здесь и будет установлена новогодняя елка. Есть и другие резоны. Сейчас здание ДК законсервировано. В нем нет электричества. Нету даже сейчас освещения. Мы не сможем эту елку подключить, да, какие-то гирлянды и так далее. На старом поселке все мы сможем организовать. Вот. Расстановка и площади там позволяют, чтобы и люди погуляли, и чтобы было, как вы говорите, и палатки, и горячий чай, и какие-то питания, вкусности. Все это предусматриваем. Также в планах отмечать на этой площадке и другие праздничные события. Максим Козлов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В этом году День народного единства превратился в целый месяц единения народов, живущих в России. В Молоковском доме культуры «Буревестник» состоялся фестиваль пирога. Как прошло мероприятие, смотрите в репортаже Анны Михайловой. Фестиваль пирога стал хорошей традицией Дома культуры «Буревестник». Здесь его проводят уже несколько лет. Мероприятие, приуроченное к Дню народного единства, перенесли на две недели из-за ковидных ограничений. Но сегодня ничто не помешало большой дружной компании собраться вместе. Дорогие друзья, еще раз поздравляю, желаем вам творческих успехов, презентации своих кондитерских шедевров под наши, конечно же, бурные аплодисменты. Ну и, как говорится, кучу эмоций, хорошего настроения и, конечно же, улыбок. К фестивалю присоединились добрые соседи «Буревестника» – творческие коллективы из Центра культуры и досуга Ладыкина. Поэтому и возникло такое название – «Вместе вкуснее». Праздник добрый, хороший. Почему пирог? Потому что пирог, как говорится, он всегда объединяет. Это вкусно, это сытно. И фестиваль у нас «Вместе вкуснее» называется. В праздничной программе – презентация кондитерских изделий национальной кухни народов России, а также концертная программа. На столе хора «Русские напевы», пироги с мясом, капустой и маком, блины, ватрушки, мед и, конечно же, самовар. Здесь, как нельзя кстати, задорные частушки. А фолк группа «Млада» представила татарский стол. Руководитель коллектива Алина Лукьянова рассказала о блюде чак-чак, который имеет символичное значение как для этого народа, так и для Дня народного единства. Наш татарский поэт Каюм Насыри говорил о нем, что он очень символичный, этот чак-чак, что его вот эти вот маленькие крупинки, собственно говоря, символизируют потомство. Желтый цвет – это богатство. Липкий вот этот вот, то, что они между собой очень связаны, это родственные узы. То есть он такой очень для татарского народа очень значимый. Каждый участник оформлял свой стол с трепетом и любовью. И все же на сегодняшнем празднике нет места соперничеству, только единство и дружба. Мы приехали ради показать концерт для всех, чтобы оценили нас. Ну, здесь уже что оценивать? Все известно, все видно. Победил одним словом дружба. В следующем году Буревестник планирует расширить фестиваль и пригласить другие творческие коллективы городского округа. Положение уже готово, поэтому жители смогут встретиться на празднике пирога еще не один раз. Анна Михайлова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Уже почти два месяца в рамках программы «Активное долголетие» в кинотеатре «Искра» проходят занятия по актерскому мастерству. А совсем недавно участники студии посетили театр имени Вахтангова, который отметил свое столетие. Поездка в театр была организована руководителем театральной студии Светланой Синицыной. В свой вековой юбилей вахтанговцы сделали подарок для зрителей. В театральном фойе была организована выставка костюмов, исторических документов и личных вещей артистов. Также у гостей театра была возможность заглянуть в кабинет директора и художественного руководителя театра. Ваш кабинет был таким, когда вы 10 лет назад? Всегда. Всегда. В этом кабинете с 1949 года всегда работал директор театра. Участникам «Активного долголетия» удалось встретиться с легендами театра и кино. Артисты фотографировались, отвечали на вопросы, давали автографы своим поклонникам. Напоминаем, что занятия актерским мастерством в рамках губернаторской программы «Активное долголетие» проходят два раза в неделю по вторникам и четвергам на базе кинотеатра «Искра». Стать участником студии может любой желающий. Наталья Буслаева, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Центральной библиотеке состоялся мастер-класс по созданию мультфильмов. Под руководством основателя студии Михаила Тихонова юные посетители учреждения собственными силами сделали короткометражную картину. Как проходил процесс и какие впечатления остались у ребят, расскажет Юлия Пагасьян. Идея создавать мультфильмы собственными руками у Михаила Тихонова возникла случайно. Многодетный отец просто решил разнообразить обычный семейный досуг и добавить в игры с детьми что-то более полезное, чем просто развлечение. Можно же придумать сюжет и разыграть с теми же куклами сюжет полноценный, где есть начало, развитие, конец, финал. И думаю, так еще это можно все снять. Ну и стало уже все это воплощать в действие. Первый сюжет был незамысловатый, но с опытом мультфильмы стали более осмысленные и интересные. Свои работы Михаил выкладывал в интернет, и уже скоро они привлекли внимание других родителей. Такой масштабный мастер-класс у многодетного отца впервые. Сотрудники Центральной библиотеки, где приоритетной задачей является создание творческого досуга, с удовольствием пригласили Михаила поделиться знаниями с юными читателями. Чем больше ребята делают творческих работ, чем больше они рисуют, тем больше они размышляют, чем больше они, ну так скажем, включают в свою фантазию, тем больше они сами себя развивают. И соответственно, одно дело, конечно, Михаил прав уткнуться в телефон, другое дело создать что-то своими руками. Процесс создания мультфильма несложный, но очень увлекательный. Сначала ребята нарисовали сцены на обычной бумаге простыми цветными карандашами, затем записали закадровый голос, финальная часть – все отфотографировать и смонтировать. Эту работу взял на себя руководитель студии. Я сам получаю от этого огромное удовольствие. Мне нравится делать мультики. И вся прелесть этих мультиков именно в том, что рисуют дети. У них рисунки детские, простые, корявые, смешные. Голоса у них простые, корявые, смешные. И в финале в мультике это выглядит очень мило. Один мультфильм длится порядка минуты. Его создание занимает несколько часов. Мне понравилось, что мы рисовали. Что ты нарисовал, расскажи. Я нарисовал мультик. Я бы хотела бы этот топор повторить, потому что хочу пойти дальше учиться на актера или куда-то. Творческую специальность. Сейчас в коллекции Михаила около 30 картин. И на этом руководитель студии свой мультфильм останавливаться не намерен. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова